Так, в период созревания овощей и фруктов на 20% увеличивается количество придорожных ярмарок. В них специально предусмотрены социальные ряды для тех аграриев, которые выращивают свою продукцию на своих огородах. Особой популярностью среди жителей Кубани пользуются ярмарки выходного дня. Они созданы во всех районах края, кроме Обширонского, Крыловского и Каневского районов. Губернатор обратился к главам и попросил внимательно отнестись к этому вопросу. Ведь на рынках часто торгуют перекупщики, когда фермерские ярмарки созданы исключительно для сельхозпроизводителей. Любая ярмарка выходного дня – это альтернатива любому рынку. Потому что в этом случае пойдут не на рынок, а пойдут на эту ярмарку выходного дня. Поэтому главы где-то их просто в убор не видят, эти ярмарки. Только потому, что они, конечно, это конкуренция с традиционными этими нашими рынками. Либо павильонами вот этими, которых очень много. Мы за то, чтобы сегодня была возможность сезонной продажи у наших селян. Я понимаю, что должен быть порядок. Продукция должна продаваться в специально отведенных местах. Тогда давайте специально отведенные места им сделаем. Не нужно их загонять своим пучком, либо с ведерком каких-то фруктов в большой торговый комплекс. Там экономики никакой нет у этого фермера, либо просто у селянина. В крае развиваются и другие формы реализации сельхозпродукции. Например, фермерские дворики. Такие торговые точки были созданы по поручению Вениамина Кондратьева. Еще год назад они функционировали только в Краснодаре, Новороссийске и Денском районе. А сегодня их уже около 70 в 24 муниципалитетах края. Как отметил губернатор, благодаря такой концепции у жителей Кубани появилась возможность покупать продукцию гарантированно кубанских производителей и по приемлемым ценам. Продолжение следует...